Великим постом православная церковь вспоминает житие преподобной Марии Египетской, которой посвящена пятая неделя Четыридесятницы. Необычная жизнь и путь обращения ее к Богу. Удивителен ее духовный подвиг, принесший богатые плоды. Почти полвека подвязала святая в безлюдных местах. Наша съемочная группа во Святой Земле прошла по следам великой подвижницы в Иудейской Иорданской пустыне. Это наша съемочная группа в Иордании. Оператор Александр Богданов слева, я, журналист-монахиня Елисавета. Рядом наш водитель Владимир и художница из Петербурга. Мы на вершине Бархана, откуда открывается прекрасный вид на русский странно приемный дом. Мы находимся на восточном берегу реки Иордан. В религиозно-археологическом заповеднике место крещения Иисуса Христа. Рядом с величайшими христианскими святынями расположен русский странно приемный дом. Здесь, на берегу Иордана и в глубине пустыни в середине V и начале VI века великая подвижница Мария Египетская провела 48 лет. Однажды Мария, ведя еще порочный образ жизни, присоединилась к группе паломников, плывущих на корабле во святую землю, и вместе со всеми хотела пройти в храм воскресения Христова, но не могла туда войти из-за своих грехов. Ее охватило глубокое чувство раскаяния. Мария услышала голос, который провозгласил ей «Если перейдешь в Иордан, обретешь покой». Из-за Иерусалима она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и провела там почти полстолетия, самоотверженно борясь с лютыми искушениями. Три хлеба, чудесно питавшие Марию Египетскую, кончились. Одежда ее истлела, но сила Божия не оставила кающуюся грешницу. Терпение всех бед, невзгод, уединение в этой пустыне, молитва, слезы покаяния превратили кающуюся грешницу в великую праведницу. Это арабский проводник Фарас приглашает нас на место, связанное с жизнью Марии Египетской. Сохранилось место предполагаемого подвига преподобной Марии Египетской. Это остатки часовни, построенные на месте ее обитания. Она уходила вглубь пустыни, где не было людей, а только дикие звери и гады, которые ее не трогали. Здесь она встретилась с преподобным Зосимой, которому поведала свою историю. Когда попадаешь в пустыню, соприкасаешься с ней, отрешаешься от всего мирского, и сердце устремляется ввысь, к Богу. В египетской пустыне, недалеко от православного греческого монастыря, в честь преподобного Герасима Иорданского, сохранилась пещера, в которой, предположительно, пребывала отшельница, переходя через Иордан. Монахи и паломники, которые знают об этой пещере, приходят сюда и молятся святой Марии Египетской. Субтитры создавал DimaTorzok